Продолжим работу со сценарием анимации. Это вторая часть того же урока. Напомню, в первой части мы уже выполнили первый пункт сценария, создали всех необходимых персонажей или спрайтов, подготовили звук. И фактически многие, наверное, заметили, что мы создаем анимацию по разработанному сценарию. Сценарий у нас уже готов. Мы его просто рассматриваем и реализуем. Вернемся к сценарию и продолжим работу. Второй пункт, где все это происходит, понятно на сцене, но у сцены, как мы уже обсудили, есть разные фоны. Что же нам делать? Ну давай попробуем поработать с фонами. Кто повнимательнее, наверное, обратил внимание, что под значком сцены есть такой пунктик новый фон и есть три кнопочки, которые очень похожи на кнопки новый объект, особенно три последние. А первая немного отличается, потому что мы будем выбирать не спрайт, не персонажа, а фон из библиотеки. Нажмем на эту кнопку. И снова мы попадаем в огромную библиотеку фонов, в которой мы можем попытаться найти тот фон, который в нашей анимации. Но для этого придется пролистывать. Листаем. И, к сожалению, я пока не вижу той сцены, того фона, который в нашей стартовой анимации, в том примере, который мы рассмотрели. Чуть позже, в следующих уроках, я покажу, как создавать точно такую же сцену, либо похожую фон рисовать. Сегодня мы не будем его рисовать, мы просто добавим какой-то. Вот добавим, наверное, вот какой-нибудь, ну может быть этот со сценой. На нем еще мы можем что-то потом нарисовать. Окей, вот наша сцена. Ну и чтобы было как-то соответствие, у нас уже все меняется, да. Мы, например, девушку поставим на сцену. Можем еще ее уменьшить, чтобы она не была такой большой, смотрелась гармонично. Вот она здесь, на нашей сцене. Ну а динозаврик будет рядышком. Надеюсь, ты уже привык ставить видео на паузу. И сейчас как раз тот самый момент. Останови, пожалуйста, видео, но перед этим прослушай еще инструкцию. Тебе необходимо выбрать сцену и найти и добавить для нее подходящий фон. Успехов! Итак, с новым фоном мы тоже справились. Давай посмотрим, где эти фоны. Выберем опять сцену. И вот фоны сцены. Смотрим, первый фон почему-то опять белый, да, а второй вот такой. Мы можем перещелкиваться по фонам. Тот, который не нужен, похоже это все на то, как мы работали только что со звуком. Мы удалим, нажмем на крестик. Оп, нету. Вот уже такая у нас сцена. И у сцены, мы сказали, есть несколько фонов. Ну, давай сделаем еще один на основе существующего. Для того, чтобы это сделать, нам нужно продублировать существующий фон. Для этого нажимаем правую кнопку мыши, не перепутай, левая, правая. Обычно, когда мы работаем с мышью, мы нажимаем на левую кнопку, а сейчас на вторую, на правую. И здесь есть пункт меню, дублировать. Теперь у нас два одинаковых фона. И второй, пусть их будет пока два, мы чем-нибудь украсим. Попытаемся перекрасить какие-то элементы. Пока тоже не буду объяснять, как устроены эти элементы. Просто смотри и делай след за мной. Мы выбираем сначала инструмент стрелочка. И вот я просто попробую сначала перекрасить некоторые лучи. Но я вижу, что выделяется вся сцена. Поэтому нужно сначала нажать на кнопочку разгруппировать, чтобы у нас появилось несколько элементов. Вот мы разгруппировали. И теперь смотри, вот отдельный лучик мы можем перекрасить. Например, я могу теперь для него выбрать инструмент заливка. И сделать какого-нибудь цвета веселого, желтенького, к примеру. Вот такой выберу стиль. Вот у меня будет желтый. Красиво, правда? Теперь возьмем какой-нибудь другой цвет. И вот этот луч закрасим, например, таким цветом. Ну и, наконец, последний, какого нет, зеленого цвета. Да, вот так вот зеленым. Ну и саму сцену, наверное, да, вот зеленый как-то просится, да. Точно мы сейчас возьмем темно-зеленый и закрасим зеленым. Вот такая красивая получилась сцена. Вот у нас был такой цвет, теперь такой. И если мы будем менять фоны, то все будет очень даже здорово и замечательно. Снова настал твой черед поработать. И прежде чем ты поставишь видео на паузу, запомни инструкции. Тебе необходимо выбрать сцену и вкладку фоны. Возможно, это уже выбрано. Удалить ненужный белый фон, он нам действительно не нужен. И продублировать тот фон, который ты бы подобрал для нашей танцевальной вечеринки. Чтобы в результате фонов оказалось два одинаковых. После этого второй фон ты можешь перекрасить так, как тебе больше нравится. Желаю творческих успехов! Пока все отлично. Поехали дальше. Посмотрим наш сценарий. Итак, мы подготовили спрайты, музыку, сцену с разными фонами. Осталось написать программы. Но для того, чтобы их написать, нам нужно разобраться, что происходит на сцене. То есть продумать алгоритмы. Ну, давай попробуем подумать, какие здесь у нас алгоритмы. Какие последовательности шагов должны выполнять скрипты каждого из спрайтов. У нас есть динозаврик и девушка. И мы видели в примере, что они танцуют. Но нам недостаточно всего лишь такой информации, потому что нужно объяснить, каким образом они танцуют. А именно, наш динозаврик перемещается по сцене влево и вправо. Давай попробуем это сделать. Вернемся к нашему проекту и выберем спрайт динозаврика. Теперь у нас тут какие-то костюмы появились. Мы выберем вкладку скрипты, пока не будем заниматься костюмами. Вспомним, как мы программировали. И первое, что мы обычно делаем, это выбираем блок, когда щелкнуть по флажку, для того, чтобы потом мы могли запустить нашу анимацию. Потом у нас действие происходит постоянно. Динозаврик вправо и влево перемещается у нас все время в нашей анимации. Поэтому нам нужно выбрать из группы управления цикл всегда, чтобы действие происходило всегда, пока мы не остановим анимацию. Ну и, наконец, движение у нас реализуется. Наверняка все помнят с помощью такой известной уже команды идти. В данном случае идти 10 шагов. Ну что, проверим. Вот все получилось. Но, наверное, кто-то помнит, что для того, чтобы наш динозаврик вернулся назад, не будем же мы его все время ловить за хвост и вручную отправлять. У нас есть хорошая команда, если на краю оттолкнуться. Добавим. Оп, опять у нас получилась ерунда. Кто помнит, тот молодец. Кто забыл, помогаю. Нам нужно просто настроить нашего динозаврика так, чтобы его стиль вращения был туда-сюда, влево-вправо. Он же ходит влево-вправо, больше ничего не делает. Вот так вот проверяем. Конечно, это не совсем то, что в той анимации, которую мы рассмотрели, но мы пока используем те блоки, которые мы знаем. И, еще раз повторю, мы делаем так, чтобы наш мультфильм был уникальным. Возможно, он получится даже лучше того примера, который мы только что рассмотрели. Сейчас снова остановись и напиши скрип для динозаврика, так, чтобы он ходил туда-сюда по сцене. Разверни анимацию на весь экран. Следи за мной глазами, но голову не поворачивай. Поморгай глазами. А теперь вверх-вниз. Поморгай глазами. Сейчас будем смотреть по диагонали. Поморгай глазами. Еще раз по диагонали. Поморгай глазами. Дальше продумываем алгоритм. Движение динозаврика мы сделали, продумали и реализовали. Сейчас вспомним о том, что динозаврик еще меняет позы. Давай посмотрим пример, что это такое. Мы знаем, что у нас у спрайта есть костюмы. И сейчас на практике разберемся. Ну-ка посмотрим пример, потом вернемся к своему проекту. Так, в примере. Ну, запустим просто. Оп, наш динозаврик перемещается и машет лап. Я выключаю, потому что музыка мешает слушать меня. А наш динозаврик даже выглядит по-другому. Нужно найти тот костюм, который похож хотя бы на тот, который здесь. Открываем для динозаврика вкладку костюмы. И те, которые нам не нужны, сразу скажу, можно удалить. Каким образом, наверное, вы догадываетесь, нужно нажать на вот эти крестики. Раз, этот нам не нужен, выделяем, нажимаем крестик. Вот этот мне очень даже нравится, я его использую. И вот этот очень похож на тот, который в примере, да? Только отличается он тем, что здесь обе лапки опущены. Ну, пускай они будут такими, потому что, опять же, возможно, даже в следующем уроке я покажу, как изменить этот костюм. Так, все остальные костюмы удаляем. Что-то мне подсказывает, что ты уже знаешь, что тебе нужно сделать. Да-да, именно, ты должен отредактировать костюмы динозаврика. Так, мы сделали два костюма нашему динозаврику. И сейчас нам нужно сделать так, чтобы он их менял. Чтобы это сделать, у нас есть команды группы «Внешность» и есть команда «Следующий костюм». Вот так мы и сделаем. Проверяем. Опа, очень весело он скачет, даже слишком. И мы помним, что в этих случаях нам можно добавить команду «Ждать». Ну, давай вот так сделаем. Как-то очень медленно он перемещается, да? Поэтому, кто помнит, здесь вот нам нужно поставить число, которое меньше единицы. Число меньше единицы в программировании записывается следующим образом. Сначала пишем 0, потом ставим точку, и после точки пишем какое-то число. Вот я сделаю 0,5. Это в два раза меньше, чем единица. Проверяем. Ну, вот сейчас он вполне сносно танцует. Сейчас добежит до конца сцены и вернется назад. По-моему, очень здорово и весело. И не страшно, что это не совсем похоже на наш стартовый проект, потому что это наш мультфильм. Остановим и продолжим работу. Смотрим, какой следующий пункт нашего сценария. У нас похожая история происходит с девушкой. Она, правда, никуда не перемещается, в отличие от динозаврика, но меняет позы или костюмы, да? Она ведь тоже танцует. Ее танец заключается в том, что она меняет свои позы. Перейдем к проекту и реализуем. Чтобы это сделать, нам нужно выбрать спрайт девушки. Иногда на сцене это не получается. Вот видишь, я щелкаю по спрайтам, но вижу, что ничего не меняется. Активным является вот этот спрайт. Поэтому проще сделать щелчок по спрайту в их перечне. Вот здесь. Вот раз. Мы видим, что это скрипт динозаврика, а вот здесь мы видим, что у нашей девушки скрипта никакого нет. Но, наверное, кто-то уже догадался, что ее скрипт будет очень похож на этот. Давай-ка его соберем, а в следующих уроках я покажу, как это сделать еще быстрее. Поскольку у нас выбран раздел управления, мы знаем, что нам нужен цикл всегда, его мы и выберем сразу. Дальше нам тоже нужно выбрать событие, когда щелкнут по флажку и внешность, следующий костюм. Ну, попробуем пока без ждать. Да, действительно, она тоже очень быстро скачет, поэтому нам нужно еще добавить ждать. И тоже подберем, возможно, вместо одной секунды число поменьше. Ну-ка. Да, она как-то неестественно медленно танцует. И мне кажется, что здесь нужно поставить даже 0.3. Это еще меньше, чем 0.5. Ну-ка. Вот теперь она танцует очень даже здорово. Согласны? И снова твоя очередь заняться программированием. Тебе необходимо дописать скрипт динозаврика, чтобы он танцевал, меняя костюмы. И аналогично для спрайта девушки надо написать скрипт смены костюмов так, чтобы она тоже ожила. Так, чего еще не хватает? Разберемся. С динозавриком и девушкой у нас почти все получилось. Теперь со сценой. Сцена у нас как будто мигает, поскольку так же, как у наших спрайтов, у сцены меняются фоны. И мы уже заготовили два фона. Сейчас мы сделаем так, чтобы эти два фона друг друга меняли. Перейдем к проекту и реализуем это. Итак, выбираем сцену. И ей точно так же, как нашим спрайтом, пишем почти такой же скрипт. Когда щелкнут по плашку, в цикле всегда. Но смотрим, выбираем раздел внешность. У нас тут поп и даже меньше команд. Почему? Потому что это те команды, те инструкции, которые относятся только к сцене. Мы не можем со сцены управлять спрайтами. Но здесь есть очень знакомая нам команда, похожая на следующий костюм. Называется на следующий фон. Ну что, попробуем. Опа, как все мигает. Ну, кому нравится такая скорость мигания, можно оставить и так. Мне она не очень нравится. Я сделаю помедленнее. Вот так. И, возможно, даже здесь через одну секунду очень даже неплохо. Потому что, когда очень быстро все мигает, тоже это как-то не очень приятно. И вновь тебе придется нажать на паузу. Видишь, ты достаточно часто останавливаешься и уже пишешь большие программы. И теперь тебе необходимо написать скрипт для сцены, чтобы на ней менялись фоны. Ну что, остался последний пункт. Наверное, кто-то уже догадался, какой. Но посмотрим, что записано на моем слайде. Итак, на моем слайде последний пункт нашего алгоритма – это то, что у нас должна играть музыка. Музыку мы загружали к сцене. Поэтому для сцены мы и добавим еще одну инструкцию, еще один скрипт, чтобы наша музыка играла. Вернулись к проекту. У нас уже выбрана сцена. И здесь вот эта интересная особенность скретча – мы можем сделать еще один скрипт, добавить. Это будет лучше всего. И мы можем тоже в цикл «Всегда» добавить команду «Проигрывание звука». Ну, наверное, самые внимательные увидели, что есть такая целая группа команд. «Звук» и вот сейчас мы выберем «Играть звук до конца». И здесь уже указан звук. Если нам вдруг понадобится выбрать какой-то другой или даже что-то записать, то мы можем это сделать здесь, нажав на вот этот маленький такой треугольничек. В данном случае нам это даже не надо было делать. Я просто показала эту возможность для самых любопытных. Ну что, готовы? Запускаем нашу анимацию. Не знаю, как вам, а мне понравилось. И последний почти этап работы над проектом – нам необходимо дописать скрипт для сцены, чтобы начала играть музыка, чем я и предлагаю тебе сейчас заняться. Самое важное, что мы не сделали – мы не сохранили нашу анимацию. Давайте это сделаем. И сделаем следующим образом. Мы здесь введем ее имя. Ну, я назову ее просто «Вечеринка» или «Танцы». Вот так вот. «Танцы». И теперь пункт меню «Файл». «Скачать на свой компьютер». У меня, поскольку я записываю наши мультфильмы в папку «Мои мультфильмы», она открыта. Кто забыл, выбираем рабочий стол. Находим папку, в которой у нас все должно сохраняться. Вот они, мои мультфильмы. Входим в нее. И здесь уже имя я ввела, поэтому достаточно нажать на кнопку «Сохранить». Ну вот, наша анимация готова. И вы сможете ее показать кому угодно, в любое время, загрузив ее из файла на своем компьютере. В последний раз ты ставишь паузу и сохраняешь свою анимацию в файл. Я желаю всем творческих успехов, а в следующих видео я расскажу еще, как можно улучшить эту анимацию. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok